друзья всем привет заехал в работу интересный автомобиль американец линкольн он же ford с такими вот повреждениями кое-как отрихтованное крыло посмотрим может быть придется вызывать еще рихтовщика потому что тут с бампером у нас нестыковочка может быть сам сделаю если сам делаю придется вызывать того кто рихтовал пусть доделывает у меня раз дверь в окрас лишь потому что она находится между двумя нужно крашенными элементами это трехслойка как бы неправильные обратная так называемая цвет вроде бы как по формуле у меня совпадает даже хорошо но это мы с выкрасами отдельно коснемся дверь в окрас крыло в окрас плюс с дарихтовками бампер в окрас но с бампером прикол вот заводской заводской тот который стоял на машине но ему когда прилетела в крыло у него порвало тут на бампере все что можно порвать то есть тут ну и живого места нет тут 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 то есть все бы с этой стороной работать очень тяжело у хозяина автомобиля есть кусок бампера аж вот сюда он целый абсолютно мы его сейчас поставили по нему собственно и рихтовали крыло выставляли неплохо чуть-чуть доработать по автокаровской схеме и будет норм по сути сейчас задача у меня то есть не кузовщины заниматься я начну с пластика сейчас от этого бампера от хрена чего но так половину он прям в тупую так и режем прикладываем его на ту сторону сейчас это конечно покажу на так рассказываю как будет 10 прикладу его на эту сторону защелкиваю отмечаю место где не стыкнуться хрена чего этот бампер пополам открываем багажник там стоит защелка но у него еще не вщелкнутый защелки две половинки и провариваю на месте провариваю наружку переворачиваем провариваю усилию внутрянку меряем смотрим ну как бы все должно получиться то есть такое должно все выйти хорошо и уже потом в последующем сегодня занимаемся пластиком порог веселый порог стоит денег много кусок есть есть все куски чтобы собрать или прочь один кусок оторвали просто его благо не потерялся восстанавливаем потому что ну как бы 200 долларов за такой порог и я думаю все считают что это дороговато восстановить его в четыре раза дешевле как бы по работе тут ну делов не знаю ну возьмем грубо на час до чтобы подготовить его под окрас с минимальными вложениями по шпатлевке потому что на пластик когда буду готовить им на как раз и покажу отдельно как вообще там чтобы шпатлевки по сути и не было на нем по переднему бамперу он в принципе весь норм он уже делан и то есть тут поварили все что надо было поварить но тут есть люди и не знаю чем без обид к людям конечно сука ну чем вы думаете у вас есть пляха поворотник этот рожатель катафотик ну уж посмотрите по той стороне он у него уж нету вот учили ну ешь нету просто и бампер выступает от крыла ровно на вот эту щель ну чем вы думаете короче снимаем вот этот поворотничек тут два варианта либо из донора возьму но я уже так знаете поглядел с донора брать не хочу потому что у донора нет вот эта часть если было бы донора эта часть я бы вот так отрезал и вогнал бы целый целиком кусок тут и сделаю просто я разрежу его и сомкну на лишнее вот это расстояние сделаю его уже вот это вот расстояние тут он уже крашеный шпатлеванный само собой есть чем поработать будет позанимаемся короче здесь донора с этого ничего брать не буду тем более тут трещина особо не вижу смысла также под окрас у нас на этом автомобиле пойдет капот он ровный хороший но океан сделал свое дело бубыри видно на тут бубыри вот тут и как бы все больше бубырей и денег прикол еще в том что вот тут под гермитосом вот тут под гермитосом грибы тут грибы тут грибы то есть вот эта часть гермитоса с пополам точно снимается перекладывается та сторона под вопросом потому что там вроде все цело также проблемы на дверях с грибами сегодня буквально выяснилось вот начали разбирать а тут иди сюда моя родная то есть тоже разрываем гермитос красить будем тут резинка для что закрывается красить будем вот в это ребрышко внутри тут сложно что-либо будет увидеть по цвету это не проблемная зона также у нас не заинтересно сейчас уже сразу покажу что будем делать в этой машине и займемся пластиком не плоскости даже самое интересное тут такое расчистим посмотрим каким методом будем работать как какой путь ремонта выберем тут тоже снимается гермитос на самого низа потому что вот видно клещи зажим был гулял сыну тут порванная краска и лезем в дверной проем покраска чем интересно первое конченый цвет сложный реально сложный цвет второе все краситься должно на на местах скажем так хотя я еще посмотрю хоть цвет и конченый но если делать за один проход ну покраску всю то можно в принципе снять вот эти навесные элементы а потому что мне туда лезть дверной проем красить это реально ну как бы как бы усложняет процесс плюсом двери надо еще добавились хотя когда осматривал изначально не обратили на это внимание потом может быть все будет краситься в разборе может быть все будет краситься в куче но за один заход это надо открывать двери махать дверями в камере это тоже не особо прикольно не особо удобно два бампера и капот краситься по любому отдельно потому что тут капот надо с внутряка пройти ну хотя бы вот так вот до этих пор продуть пропылить внутряк это тоже не есть проблема он такой матовенький то есть можно спокойно потом прикрыть это все прибрызнуть волочком чтобы был туманчик тут по наружке больше работы ну капот точно с бамперами краситься отдельный скорее всего в другой замес цвет я уже по этой машине бомбанул по формуле неплохо то есть надо с ним поработать найти просто количество слоев давление мокроту при пыльности так далее то есть цвет меня по воде сливается с лехлера отлично мы сегодня посмотрели прям прям хорошо можно искать и и и будем работать будем работать работка интересная бмв простаивается под полировку поэтому занимаемся пока другим по времени что у меня ориентировочно займет сейчас пятница уже 2 понятно видно 2 половина дня я сегодня сделаю пластик может быть без порога ну по крайней мере мне интересен задней бампере вот а вот а дырка повторители пластик сделаю это пятница закончилась суббота воскресенье расчешу железо посмотрю как буду работать понедельник полдня выпадает четвертый день на полдня выпадает на склад поеду тарица материалом короче за полную рабочую неделю я ее в принципе сделаю не такая уж не такой уж большой объем по геморрою ну позаниматься есть чем порисуем ей формы работа будет жидкая шпатлевка работа будет скорее всего с эпоксидным грунтом но это все станет понятно раскроемся ладно алла-бала приступаем к работе с пластиком показываю что дело в принципе зона работы у нас пожалуйста любая щупаем так чтобы по минимуму попадала а тут есть разгон отличный с него и будем ориентироваться то есть реже через центр так чтобы зацепить по максимуму есть усики короче чтобы не резать узики режет мимо усики крепления зовут эту планку как раз одна половинка есть от того заднего бампера который у нас остался целым отфигачиваю ну понятно что чуть-чуть запасом чуть больше чем надо сантиметров где-то на 10-15 чуть-чуть часть нам больше не нужно защелкиваю этот банк на место есть 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 можно в принципе и этот банк на место подщелкнуть тут все становится тут все прекрасно и теперь варианта 2 либо резать их вместе но в сожалению мне не даст это сделать кузов автомобиля либо я сейчас тут подровняю чуть поровнее это что-то криво ушел и просто прикладываем виду и отрежу так и сделаешь выравнивать подчищаем на краях остатки роскоши которые будут нам мешать отчерчиваться так щелк включу все на местах на местах и чем-нибудь отчерчиваться это называется в простонародье доминошка у нас когда в украину потянулись вот эти американцы все рынок начал наполняться американским битьем вот эти доминошки начали просто выручать людей потому что очень-очень сложно достать ну не то что сложно дорого достать оригинальные целые запчасти а так получается что у одного допустим было разбито эта половинка другого вот они друг другу поперепродавали кто-то купил там целый поперепродавали части и все все довольны такая ситуация у нас в принципе это и неплохо но работа конечно добавляет к штук тебя теперь аккуратно я в принципе снимать бампера не буду с места аккуратно режем прямо по линии и даже есть даже если будет небольшой между ними там в 2 даже до 3 миллиметров просвет страшного от этого не будет ничего мы полностью выставляем зазоры по бамперу привык примеряем крышечку потому что заплавлять когда мы будем прутками им если есть какое-то углубление им даже от этого чуть-чуть и лучше мы проварим хорошо между собой прутки делать так чтобы они стык стык выходили мы потратим первое много времени второе просто надолбемся и в итоге потом будем болгарка пошлифовывать чтобы был хоть небольшой зазорчик там миллиметр поэтому проще сразу вот я отметил тут я сразу по линии по которой отметил и режь мне честно говоря с пластиком нравится работать больше чем с железом не могу объяснить конкретно почему вот просто я тащусь я лучше сварю вот так вот пять бамперов подготовленных к окраске чем буду заниматься одной рихтованной дверью которую надо рихтовать еще ты сразу подрезаем лишний хвост и концы пока что я ничего не зачищаю по пластику плане каких-то каналов прошивок я пока что просто посмотрю на него наверное надо резиночку снять дабы она не мешала делаем щелк тут бампер на месте делаем щелк тут есть сходится очень хорошо закрываем закрываем эту богадельню тут по уровню все четенько ничего не выпадает никуда не выдавливает тут края сходятся тут края сходятся отлично отлично и так все отлично и тут тоже все хорошо вы знаете даже чуть чуть легче пошло чем я думал буквально на торце внизу чутка лишку сниму и просто пушка доминошка можно сказать будет у нас удачная теперь порядок действий можно да не можно нужно брать паяльник обычный протыкать его просто между собой прихватить я не полностью буду протыкивать прям всю ее я сейчас сверху себе протыкать до этого ребра багажник открою сделаю прихватки разделываю кромку шва чтобы мне было удобно проварить тут прям на месте я сейчас буду варить исключительно на месте всю наружку сварю сварю первое ребрышко сварю тогда второго ребрышка все по плоскостям проверю потом выставлю тут снизу прихватку ну потому что краешек пытается гулять как ни крути и можно сказать мы закончим тут не так уж долго и много работы когда они все не целы так работать я буду паяльная станция это китайская я и убрал там кто смотрел видосы расширители арок но не сами делали ну до сих пор работает все нормально у нее есть получается термодойка сам пистолет с носиком который дует кипятком ну и паяльник это там что-то прихватить включаем паяльник пока что нам нужен паяльник пойду сейчас это надо глянуть маркировку пластика надо выбрать прутки которыми варить то скорее всего б.с. линконы тут все печатки как положено сделать его как-то жирнее штамп хрен че видно канаду вижу сделано в канаде полипропилен это пп плюс епдм плюс т22 т.д. 22 т.п. ладно сделаем проще сейчас как раз покажу как как проверить на адгезию пластика когда мы не знаем у нас есть несколько типов прутков либо же как вариант это если вот такой вариант и нет никаких прутков берем прямо отрезаем полосочку ей прорабатываем проваливаю покажу есть у меня образец живой да как показать проверку проверку этого дела тут теперь не доропимся мы уже большую часть ответственной работы выполнили теперь надо не спеша все это дело проработать кто-то сейчас уже написал что надо было сразу краску снять в принципе да можно было бы и сразу краску снять я сейчас делаю прихватки и в принципе можно и болгарочка чистануть покраски проваривать ну не знаю я смотрел от ребят как бы и молодцы все хорошо эти фюринг полимер они прям покраски фигачат ну такое знаете двоякое все-таки лакокрасочное покрытие это другая химия относительно пластика это мое сугубо личное мнение что так делать не стоит а там а там уже на совести каждого хотя бы паяльником просто пройти и прогрести вот так краску горячим паяльником я сейчас так и сделаю тогда можно сказать что да лакокрасочное покрытие мы сняли в зоне по крайней мере сварки шва то есть вот не знаю вам видно или нет давайте поближе подставляю две плоскости сейчас разъединю что-то мне не нравится вот так будет поинтереснее и теперь просто загребаем пластик так теперь займемся дальше идти бы на стол у нас бампер нас на машине держит сейчас проверим на адгезию как прутки приваривается то есть я просто сейчас покажу как abs полипропилен держит и она сразу все станет ясно и понятно конечно самый общий надежный вариант это взять отсюда так это плит тоненький кусочек которым проварить это прям вообще сто процентов надежный но он неудобный когда есть вот такие вот готовые прутки припаячные присадочные будем плавать возьмем с abs abs универсал тут еще его у абэса у нас продают эти пластики там разные в санверсал абэс такой какой-то более гранцевый более матовый не знаю как оно работает но оно работает включаем термо пушку на так для абэса в районе 320 а у меня 330 стоит нормально и делаем просто привариваю кусочек проверяем как он держится все ли по адгезии нормально буквально сантиметр привариваю сейчас он чуть остынет все сам держится он пойдет и полипропилен и берем кусочек обязательно краешки пластика чуть почищаем потому что он тоже имеет окисляемую способность также привариваем примерно сантиметр потом станет понятно какой из них держится какой нет то что раньше у меня есть видео которое набрало очень много просмотров то что раньше паяли сеточкой там просто паяльником но это конечно шляпа по сравнению с таким ремонтом права проварка именно пластика это ремонт а сеточка с паяльником это пережег пластика в этом месте это у короче . если по-русски говоря на этот ремонт можно дать гарантию и человек будет ездить проблем не будет в этом месте по крайней мере никогда не треснет даже если вот так вот приведет она где-то вот тут треснет но вот так никогда не пройдет трещина через ваше место сварки потому что реально надежность прям прям в разы выше ждем в идеале подождать пока остынет полностью ну хотя бы не было таким кипятком что руку не удержишь и пробуем это у нас абс видно да что он вообще ну прям прям полный ноль не сюда не тут ничего не осталось то есть это точно не обходят за своему его обратно теперь полипропилен тоже что-то мне именно этот не нравится так у меня есть другие типы полипропилена давайте пробовать это это тоже не не удержал так как так как положено хочет будет прикольно если тот который у меня есть не подойдет надо будет колупать что-то другое так попробуем вот этот он уже подостыл я что-то у меня полипропилен обычный который у меня есть не подходит нужен pp и pgm но получается просто pp есть ppgf все не то панта очень будет прикольно если можно будет с этого бампера резать то о чем я говорил а не хочется такая нудная просто работа так больше тут у меня нету да тишина ну ладно что у нас подпадает тоже шляпа нет это без стеклового окна слушайте но это интересно уже знаете забота пошла я не рассчитывал на то что буду колупаться сейчас с нарезки просто нарезать ножом это очень как бы неудобняк хотя дайте так вот кусочек хоп 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 и пошел давайте его вплавим так смотрим вот этот пластик оторвался сам то есть последний кусочек оторвался оторвался короче остался у меня в руках значит будем тогда что нарезать полоски смело я еще сейчас попробую кое-какую мыслужку я просто уменьшу температуру может быть я перегреваю его потому что это тоже очень важно для пластика есть целые таблицы что с чем и на какой температуре кстати по этому поводу у меня еще фильм полимеру огромный вопрос они всем показывают свою технологию сварки пластика когда они работают газовой горелкой под паяльник газовый такой сниму снимают насадку и горячей струей воздуха там же температура неизвестно какая как можно дать гарантию того что ты не перегрел в этой зоне пластик и он тебя там не треснет вот это для меня ну огромный как бы вопрос ну ребята работают и андрюха шадринский делает говорят что вроде все неплохо тут даже с более точной аппаратуры ты можешь выставить градуса это бывает гоняешься и ищешь на какой температуре открываешь опять каталог смотришь на какой температуре правильно чтобы не накосячить прям чудеса да и только снимается ли очень легко все тогда нарезаю с этого пластика полосы и будем работать вот такой пруток у меня получился принципе неплохой очень даже подходит для нашей работы ставим станцию так чтобы нам было удобно и приступаем давай от верха до уголочка потом отрежем так понятно дело ясное что не на темно по сути я по наружу сейчас делаю проварку но это как бы проварка прихватка основной силовой частью у нас будут выступать внутря есть оставляем сейчас у нас есть время все что надо поправить мы вдруг где-то по форме не нравится потому что разогретая все хорошо плывет включаем паяльник делаем охватку по форме так как нам надо и идем собственно далее переворачиваем смотрим что мы наделали изнутри в принципе ничего страшного все в одной плоскости это хорошо сейчас любым амбразивным способом скажем так снимаем то что мы тут выплавили во внутрь чуть-чуть зачищаем как бы фаски по наружу можно если есть бур машинка сделать небольшое углубление но это более актуально для наружных частей чтобы пластик лежал внутри чтобы больше пластика осталось пропального но тут я наоборот буду уже проваривать по наружу ты мне бур машинки сейчас нету а по наружу потом по зачищаем посмотрим где у нас надо по подваривать процедура все тоже теперь главное не промахнуться по шву потому что его тут большую часть вообще не видно даже как он идет а она вот это хреново это я что сейчас сделал я распаял пластик у меня крылья нагружена очень сильно получается я прогрел у меня пластик разошелся тра-та-та тра-та-та мы везем с собой кота на что-то под бока подставлять так натянула крылья у пластика чтобы он не рвался так это плоховато придется по наружу активно пропаять еще слой аж от половинки расчистить потому что он потянул очень серьезно так я сейчас пластик между собой так вот нагреваю и склею его чисто самостоятельно без даже присадочного материала раз ровняем это моя ошибка причем такая ошибка серьезная что то я не подумал о том что крылья очень тяжелые у бампер и свисают на разрыв есть берем свежий длинный пруток потому что меньше сварить большую довольно таки длину с какой стороны бы тебя начать его так вырезал более плоским но что-то мне не получился сильно плоский есть проварил длинный шов сейчас кину надо вырезать чуть потоньше потому что вот этот нормально а этот толстоватыми получился чуть потоньше в общем кладем усилители усиление это когда мы будем вот тут класть шов только надо померить чтобы он не мешал чтобы он не мешал вот этой рамки потому что будет обидно создать сейчас положим шов он в рамку проходить не будет шов будет вот здесь вот здесь вот здесь вот здесь ну через каждый грубо говоря там 5 сантиметров по всем ребрам вот тут сюда одевается может быть не получится то есть тут рамка еще одевается надо внимательно смотреть чтобы не наложить лишних швов чтобы было крепче а потом не будут налазить кое-какие элементы то есть вот эти вот швы будут давать хорошую сдерживающую удерживать силу которая будет действовать на бампер вот в этих направлениях пока я буду с ним работать его готовить она сейчас как бы уже неплохо лучше положить знаете лучше перестраховаться это займет на 15 минут дольше тут мы ничего не зачищаем поэтому тут как их положим так они и останутся так пушечка остывает вот такого и тут по навалятал это горячее можно разложить побольше швов запасом тут по ребрышку тут два внизу здесь положил на самом торце но этот шов надо сейчас обязательно чистить в ноль в такую же толщину как идет вот здесь иначе будут проблемки это счет все болгарка сделаю в общем тут подчищу и перевернем еще надо поработать снаружи так понаружи смотрим не главная задача понять что он тут нигде не разошелся когда у меня крылышки хлопнули вот так на бампере так ничего не видно тут тоже вроде неплохо счищаем так я забыл что у меня такие диски есть виталь спасибо ты мне их поприсылал много расчищать буду вот такой вот штуковины какой-то 150 зернистость должен быть в принципе нормальный так из того что я вижу у меня вот тут вот шишечка надулась когда видать вот эти полосы изнутри поперек делал перегрел чуть но это все сейчас когда я еще хочу тут расшов пройти более широкий положить это все можно выровнять феном то есть прогреть посадить потом на орбитал очки вычешу но я сейчас бампер подготовлю полностью покажу как эта зона будет выглядеть уже скажем подготовкой к грунтованию здесь шовчик сейчас положу поширше хочу перекрыть на всякий случай но что-то мне смущает после того падения как она я увидел деформационные так сказать перегиб сейчас температура чуть добавлю потому что мне надо вот этот плавить плавить прямо ему надо вот это шов я понимаю такой чтоб именно наверняка еще горячий надо дать остыть полностью далее и счищать вот этот шов я уже буду не болгаркой него тем диском руписом господи руписом вспомнил за рука с фестулом ротексом на 120 абразиве расчищены он мне как раз покажет где у меня ямка где бугор он его зацепит но в принципе кстати шел когда тут прогревал этот бугорок чуть-чуть подсел на место равнять сейчас бампер бесполезно потому что сначала надо снять шов и только после этого как его выровняем выровняем шов можно выровнять плоскость но она скажу честно сильно не пошла пару слов почему именно ротексом ну либо же и хотя бы эксцентриковой машинкой хотя бы полировальной машинкой главное чтоб наждаком с малым количеством оборотов потому что вот тем лепестковым кругом я просто выжгу здесь дырки пока буду вычищать это чуть дольше будет чем лепестком тем но зато ровнее гораздо качественнее потому что если мы напилим дырок уже в ровной плоскости их по любому придется шпатлевать так что-то мне 120 . не нравится наверно пойду возьму 80 . потому что ей быстрее будет пильнуть бы я точу я его получается уже перегреваю и пластик начинает плавиться и катается просто по кругам туда-сюда посмотрим что у нас получилось это уже под 180 на просто эксцентрике как бы так показать вот 180 просто в режиме эксцентрика то есть свободная подошва я до чесал выбил риску ну единственное что с первого раза вот не вышло вот три точечки под шпатлевание но их наверное оставлю под шпатлевание потому что я тут стер у пластика около миллиметра толщины и если я сейчас еще буду варить мне придется еще тереть не хочу и ослаблять его как бы толщина ну нафиг это я залил обезжиркой просто посмотреть она хоть чуть-чуть появляется отблик что плоскость в принципе плоскость довольно таки хорош по ребрышкам постарался вроде бы не тронуть ребра очень хорошо получилось все на ребрах слава богу нету никаких пузырей то есть я шпатлевать ребра не буду у них не будет ничего наваленного единственное что перед подготовкой к грунтованию с собой тут прошпатлю тоненькая про все проверю ребра именно все проверю на рубаночке тирану аккуратненько шлифану посмотрю как она выглядит как форма идет может быть чуть-чуть придется подточить там 150 очки 180 очки ну вроде бы как ребрышки тоже ничего так смотрится хорошо давайте закроем багажник посмотрим чтобы у нас сходилось все за мало за мало мне классно посмотрим все по зазору багажника ну как он сейчас стоит так мы как допустим и оставляем я не до конца как бы прикручены везде главное чтобы зазор был ровным и одинаковым так знаете все хорошо проблем никаких ниже вот такая вот работка кстати оде кратерочки это там и испортилась форма вот этого этой части бампера потому что шов если все так просматривать еле видно он идет вот кратерочек рядом с ним получается это даже не в районе шва кратер получился но вышел довольно хорошо что вот тут все ровно с первого раза для работы значит мы использовали тут нас был бампер донор как столько я кусков с него израсходовал очищал отрезал потому что те парки которыми были просто не подошли фестол ротекс фен грел правил скотч прихватывал 120 к зачищал вот эти вот прутки обычный паяльник для прихватки термо паяльник который дует горячим воздухом им проваривал лепестковый круг болгаркой резной круг чтобы отрезать отверткой полупал ножом подрезал такой как бы несложный процесс по времени у меня занял чуть больше часа из-за того что я нарезал эти полоски если полоски нарезал заняло полчаса работы но к сожалению эти прутки что у меня были просто не подошли по своим свойствам такая вот работа интересная прикольная довольно таки доминошки такие собирать требует включения мозга смотрится прикольно лупанул четко пополам получается так все на этом все лепите красиво лепите правильно и на такую работу в принципе можно давать гарантию с ней ничего не произойдет всем пока